Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 17.30, и с вами в эфире, как обычно это бывает, посажен склад, но сегодня совершенно необычный формат. Мы сегодня в гостях у компании Карл Шторц на Дербеневской набережной. Замечательное пространство, в котором происходит обучение наших коллег периодически. И с нами сегодня поэтому хозяева этой площадки Антон и Анна. Мы вам благодарны, что вы дали нам такую возможность. Мы запускаем серию таких немножко философских коротких выпусков. Мы что-то повзрослели, нам показалось, что мы можем уже пофилософствовать чуть-чуть. И назвали эту серию выпусков «Диалектика онкохирургии». И начинаем мы первую нашу встречу с того, что обсудим вот такое вот противоречие, может быть, а может быть наоборот. Заключается оно в том, что с одной стороны онкохирургия должна быть радикальной и стремиться к тому, чтобы выполнить максимально радикальное вмешательство. С другой стороны, мы должны учитывать непосредственные результаты, которые сопровождают нашу хирургию, стремиться к безопасности и хорошим функциональным результатам. И зачастую все эти вещи входят в противоречие друг с другом. И сегодня мы решили начать с того, что позвать к нам в студию сюда совершенно разноплановых хирургов. Точнее, мы с Артем Леонидовичем еще, может быть, и одноплановые. Но у нас сегодня присутствует Леонид Петров, все его знают, наша аудитория его прекрасно знает. Это хирург с большой буквы «Х», он может делать большие объемы и действительно производить такую суперрадикальную хирургию. С нами сегодня в онлайн-режиме присутствует Илья Давидович Гоцадзе. Мы очень рады, что он с нами. Это даже не гость, это основатель нашего клуба. Илья, мы тебя приветствуем. Илья Давидович Гоцадзе раньше нас начал философствовать на тему онкохирургии, поэтому это абсолютно нормально, что он сегодня с нами. И я думаю, что много интересного скажет. Опять же, человек, который владеет любыми объемами хирургическими. И с нами сегодня еще чуть позже к нам присоединится профессор Кащенко Виктор Анатольевич, большой друг нашего клуба, у которого тоже всегда есть чему поучиться. У него всегда есть свой собственный особый взгляд на многие хирургические и онкологические проблемы. И я дам все-таки пару слов сказать нашим хозяевам сегодняшней площадки. Пожалуйста, Анна. Да, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас из студии Карл Шторц. Мы запланировали серию вебинаров, как уже сказал Илья Леонидович. И для нас, конечно, большая часть проводить мероприятия с такими уважаемыми экспертами. Сегодня у вас будет возможность задавать вопросы в чат. Пожалуйста, пишите их, а мы их будем зачитывать по мере поступления. Хорошего вебинара. Спасибо. И мы начинаем. И вот мы темы, в общем, сегодняшней встречи обозначили. Начнем мы с того, что сложилась такая, опять же, парадоксальная ситуация, что мы занимаемся много лет, не мы лично, а вообще общество занимается онкохирургией. И, в общем-то, нормально, до сих пор ни разу не оценивает результаты, именно онкологические результаты своих действий. Потому что мы все сталкиваемся с ситуациями, когда мы оперируем пациентов, нас, в общем, отслеживают наши непосредственные результаты, отслеживают частоту осложнений, отслеживают летальность, ругают за многие вещи, но никто не отслеживает по-настоящему онкологические результаты. Собственно, ради чего вся эта хирургия, в общем-то, и делается. И вот эта парадоксальная история сложилась не только у нас, она сложилась, как поясняется, во многих странах, о многих хирургических сообществах. И начнем мы именно с этого, и сейчас Артем Леонидович чуть-чуть про это расскажет. Так, поверхностно немножко. Добрый вечер, друзья. Рад всех видеть, как-то участвовать в таком интересном формате. Ну, я задался вопросом, что такое канцеррегистр, сколько их есть, этих канцеррегистров, как это с этим делом состоит в разных странах. И, как оказалось, что канцеррегистров существует много. И мы вот говорим, что мы там не считаем отдаленный результат. Мы считаем их цифру, которая выдает такая большая база данных по регистрам. Более 700 канцеррегистров существует во всем мире. Если вы можете включить, пожалуйста, слайд. Ну, практически в каждой стороне мира вот здесь вот такими синенькими, голубенькими показаны страны, в которых есть национальные канцеррегистры или региональные канцеррегистры. Ну, вот серые зоны там, где их вообще нет. Но, тем не менее, только 21% населения всего мира покрывается этим регистром. И у нас, оказывается, еще, я думал, что у нас будет, мы будем тоже в какой-нибудь серой зоне, но у нас, оказывается, еще неплохо по данным вот этой международной базы данных. Когда мы стали смотреть, что же это за канцеррегистры, по сути, это те самые, если кто помнит, онкокарты, такие серенькие бумажки, которые мы всегда заполняли при выписке пациента. Это где указываются какие-то персональные данные, номер, вид злокачественного заболевания, дата, как диагностировано, вид лечения и дальше исходы. В принципе, по этому регистру, конечно, можно собрать такую популяционную статистику, и она в нашей стране собирается, Институт медицин-онкологии Герцена этим трудом ежегодно в нашей стране это ведет, но мы можем получить там только очень такие общие данные, сколько прибавка заболеваемости. Но наши хирургические вопросы, которые нас интересуют, выживаемость после операции, раннее осложнение, отдаленное осложнение, по этим данным практически невозможно посмотреть, и требует создания каких-то своих локальных регистров, что практически каждый из нас этим занимается, делать какие-то в разных форматах таблички, текстелевские таблицы. Вот, например, пример английского канцер-регистра по рапшике матки. Тоже есть некоторые интересные вопросы, были ли вакцинированы пациенты, но, в общем, именно посмотреть, какая была операция, какие были результаты, невозможно. И получается, что нам нужно под каждую специальность, под каждый вид помощи делать какую-то общую базу данных. Мне кажется, что это цель, но пока она, конечно, малодостижимая. В каждом учреждении есть свои какие-то особенности, в каждом учреждении есть разные технологии, и создать пока общую базу данных не получается. Вы знаете, какие-то примеры, может быть, к ней? Ну, вот мы знаем, что есть попытки коллектива под руководством Алексея Михайловича Корочуна создать собственный регистр по колоректальному раку, по раку желудка, например, где будут именно те вещи контролироваться, которые необходимы именно нам, не госстатистики, а именно нам, хирургам, онкохирургам. Я бы еще спросил у Ильи Давидовича, Илья, вот есть в Грузии какая-то база данных, где можно отследить отдаленные результаты своей деятельности? Это боль. К сожалению, нет, но группа некая энтузиастов работает над этим, потому что мы ощущаем то, что это очень необходимо. Причем страна небольшая, и, соответственно, эта модель могла бы неплохо работать и облегчить нам жизнь. Сейчас ведутся определенные работы по тому, чтобы хотя бы несколько патологий учитывать, но общей базы нет. Ну вот, собственно говоря, и у нас ее тоже нет. И более того, что самое печальное, что я думаю, что Илья Давидович сейчас тоже это подтвердит, и Леонид Олегович тоже, люди, которые делают большие сложные вмешательства, как называет их профессор Давыдов Михаил Иванович, неклассифицируемые операции, которые, ну, ясно, что они сопровождаются гораздо большим числом осложнений, гораздо худшими непосредственными результатами. Но никто не оценивает сложность этого вмешательства, все оценивают как раз-таки вот, ну, непосредственные результаты, не вдаваясь в то, что, возможно, там надо какую-то другую оценку проводить, потому что нам важно знать отдаленные результаты таких вмешательств. То есть на сегодняшний день нет этого баланса, мы не знаем, на самом деле, насколько успешна эта деятельность в каждом непосредственном месте. Вот, Леонид, у тебя вот в отделении, у тебя есть отделение в Обнинске, есть представление о том, какая, допустим, пятилетняя выживаемость у пациентов, которых вы оперируете с раком головки поджелудочной железы? Ну, такой конкретный вопрос. Да, конечно, начну издалека, спасибо, что дали слово, наконец. Ну, во-первых, я в городе работаю в учреждении, где действительно началась история с канцерегистром, при главном онкологии Советского Союза, Валерий Иванович Чисове, профессор Старинский, ну, вот эта группа, все всем известная, в дальнейшем Андрей Дмитриевич Кофферен, нынешний главный онколог Российской Федерации. Информация отцебирается. Информация в большей части касается, без сомнения, эпидемиологии. И здесь работает еще такой принцип, вы знаете, по поводу серых карточек, принцип «Горбачин-Горбачаут». Когда те что-то там присылают, когда людей на местах вынуждают что-то делать, они там как-то что-то там заполняют, потом отправляют, там, как они. И есть формы запросов по выживаемости, мы их сейчас посылали, когда там собирали эти результаты и так далее. Второе. Конечно, примеры по нозологиям существуют. Это Лигма Целайв. Это блестящая совершенно база международная по хирургии печени, точнее, по лечению больных опухолями печени, которая существует. И если вы входите в эту базу, то вы можете туда данные и подгружать, даже если вы одного больного в год с оперином. Но это именно поларектальные метастазы, по-моему, в печени, да? Об этом метастатически, да. Вы можете оттуда ее и забирать. Это здорово, что вы можете пользоваться этим законно, скажем так, и так дальше. То есть примеры существуют. В каждом отделении ведется регистр, в основном по наиболее распространенным естественным опухолям. Понятно, что большой объемный данных собираются по тем опухолям, которые встречаются часто. Потому что часто бывают классифицируемые операции, как вы сказали. Чаще всего бывают классифицируемые. Да, а не классифицируемые. А это мы так и называемые. Не классифицируемые. Может быть, их и не надо классифицировать как-то там. Мы, естественно, внутри своего регистра имеем. Но мы делаем всего 30-35 ГПДР в год. И у вас есть представление о том, как есть? Ну вот. Это капля. Ну, это индивидуальная история каждого конкретного коллектива. Ну, мы можем отключить презентацию. Один из самых удачных примеров регистров хирургических в нашей стране – это наши коллеги-бариатрические хирурги, которые создали свой регистр. И мы можем вот здесь посмотреть, что уже внесено больше 42 тысяч записей в этот регистр за несколько лет его существования. Вот, например, в этом году внесено почти 5 тысяч записей. И заполнение регистра – это равно членству в Ассоциации бариатрических хирургов. Что хотелось бы тоже сказать. У нас во всех учреждениях есть разные свои электронные базы данных, электронная история болезни. И логично было бы, конечно же, если бы мы заполняли эту электронную историю болезни, она бы формировала бы как раз эти данные для конца регистра. Но это, к сожалению, не происходит. Хотя вполне решаемая такая IT-задача. И получается так, что введение этих регистров в баз дополнительных – это дополнительная нагрузка на врача. И когда эта нагрузка перестанет быть дополнительной, станет каким-то таким IT-решением, да, эта проблема, скорее всего, будет решена. Ну и вот, если завершать эту тему, можно продолжить, но мы не успеем остальные делать. Это можно очень коротко. Да. Что все на самом деле зависит от людей. Правильно проводить решение, очень просто эти решения и так далее. Тут недавно один мой коллега, не буду называть имен, здесь пришел к другому старшему коллеге, потому что нужно было база данных для обучения и искусственного интеллекта, ну, какой-то некой проблеме. А тот сказал, я 20 лет собираю эту базу, и фиг тебе. Они не база данных, и никакого искусственного интеллекта ты не обучишь. То есть все еще и в людях. То есть мы на самом деле тут дьявол не в новочах, а в людях. Да. У нас еще, нам пишут из чата, что эхо небольшое от Леонида Олеговича идет. Значит, ну это потому что ты так и должна быть. Резонирует ли, товарищи, резонирует. Значит, и вот завершая эту тему, надо сказать, что да, у нас у всех есть эти единые медицинские системы, и если бы люди, которые тратят довольно большие деньги на их создание, а заботились еще и тем, что спросили нас, что нужно, чтобы было в этих самых медицинских системах, возможно, было бы проще уже получить эти данные, и дальше уже оценивать баланс между непосредственными и отдаленными результатами. Ну и переходя по нашим темам дальше, что мы еще по этому поводу можем сказать? Мы отметили, я думаю, что все с этим согласятся, по крайней мере онкохирурги, что в общем сама по себе онкологическая хирургия достигла некоего потолка в том смысле, что никакие нововведения, никакие новшества хирургические не приводят к особому увеличению выживаемости наших больных на протяжении уже последних 10-15 лет, по крайней мере. Потому что увеличение выживаемости, и задача эта решается сейчас в большей степени с помощью лекарственных средств, с помощью более современной лучевой терапии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому гораздо больше внимания в хирургии стало уделяться именно непосредственным результатам, именно функциональным результатам, чтобы эта хирургия в дальнейшем не приводила к инвалидизации, чтобы люди, которые стали жить дольше, наши пациенты, жили комфортно, и поэтому уже довольно давно начали задумываться о том, как бы вообще эту травматичность наших вмешательств сократить, как бы сделать так, чтобы было все попроще, было все с меньшей летальностью, было все с меньшим числом осложнений. Ну и здесь мы видим, как мне показалось, две вещи, в одну сторону направленные тенденции. С одной стороны, мы стали делать меньше лимфодисекции, мы стали вообще уменьшать объем лимфодисекции, эта общая тенденция прослеживается. Пожалуй, как любит говорить Алексей Михайлович Корчун, за исключением колоректальных онкохирургов, они все еще до сих пор обсуждают, надо ли надо делать деприльную лимфодисекцию. И другое направление – это уменьшение непосредственно объема удаляемого органа, потому что мы понимаем, что чем больше мы оставим органов в человеке, тем он будет комфортней жить. И, переходя к вопросам лимфодисекции, я здесь должен еще вспомнить выступление Ильи Давидовича. Илья, наверное, ты помнишь выступление своего в Казахстане года полтора назад, где ты оперировал, точнее твой ученик оперировал рак желудка, и как раз ты пофилософствовал на тему, а нужна ли нам такая расширенная лимфодисекция при раке желудка. Вот скажи нам, пожалуйста, и совсем недавно ты об этом говорил, когда речь шла о хирургии рака поджелудочной железы. Как тебе кажется, потому что я знаю, что я сейчас всякие данные приведу небольшие, но все-таки мне интересен именно взгляд твой, как человека, который чувствует, как говорится, носом. Нужно или не нужно делать лимфодисекцию? Расскажи немножко об этом. Ну, смотрите, тут как. Все мы воспитывались в то самое время, когда лимфодисекция была определяющим фактором не только считалась каким-то прогностическим фактором хирургии, но и она дифференциально диагностировала онкохирурга от неонкохирурга. И, соответственно, те люди, которые выполняли лимфодисекцию, считались настоящими онкохирургами, а те, кто ее не выполняют, считались общими хирургами. Онкохирургия в своем развитии, она прошла несколько фаз, и мы все помним, как буквально 20-30 лет назад пропагандировались огромные широчайшие объемы лимфодисекции и различные варианты локального хирургического контроля фактически при всех патологиях. Допустим, если мы вспомним легендарную работу 90-х лет с Лолкетери Мемориал Кенцер Сентер, это ребят при колоректальном раке вырезали абсолютно все и считали это нормой. То есть, допустим, первичный рак и все битостазы из печени, из легкого, и очень часто это все происходило во время одной операции. То есть хирургия, вернее онкология, а хирургия как ее часть, онкохирургия, они прошли определенный эволюционный этап. На первом этапе это было, а вообще можно ли это делать, да? И в свое время мой учитель Михаил Иванович Давыдов рассказывал в истории про то, как академик Блохин мешал ему заниматься хирургией пищевода, потому что ее считал просто бесперспективной, что эти больные не выживают. Потом, когда хирурги со временем научились оперировать, им в этом помогли анестезиологи и реаниматологи, хирургия вышла на определенный уровень и стало понятно, что это возможно делать. То есть после этого большая часть пациентов может выживать. Плюс параллельно мы помним, что была такая реальность, что рак выявлялся очень-очень поздно. К сожалению, эта реальность сильно не изменилась. Но тем не менее, за неимением того, что нет нормальной химиотерапии, не существовало молекулярно-генетических исследований, облучаясь кобальтом и т.д. и т.п., хирургия оставалась единственным методом. Это такая классическая фраза. Хирургический метод лечения рака, допустим, пищевода является единственным методом, который может позволить нам продлить жизнь пациента, его спасти и там обеспечить какие-то нормальные числа выживаемости. И в этой парадигме лет 20-25 лет назад учились мы, соответственно, когда за неимением других методов лечения. Не могу сказать, что сейчас большой прогресс произошел в химиотерапии, лучевой терапии, в комбинированном лечении. Я имею в виду, он не совсем на сегодняшний момент в цифрах статистики отразился. Ну, плюс там 10-15%, это наши классические 10-15%, которые есть в онкологии. И, соответственно, мы выросли в этой парадигме, что лимфодисекцию делать надо. И ее пропагандировали, как вы помните, все это дело пошло из Азии, из Японии, Кореи. Потом лимфодисекция при том же раке желудка распространилась на Европу и вышло несколько легендарных исследований. И те были там датч-трайл и так далее, голландский трайл, который сначала сказал, что это не работает, а потом через 15 лет, посчитав результаты, сказал, да, у каких-то 10-15% это может работать, особенно на второй стадии. Тем не менее, нужно к этому ко всему очень трезво относиться. И те же самые японцы совсем недавно, ну, как недавно, лет 10 назад, выпустили ряд исследований, в которых они показали, что сначала не обязательно делать лимфодисекцию воротах селезенки при раке желудка, а потом классический объем Д2 немножко сместился в сторону Д1+. Мы можем много спорить по поводу всех этих цифр, Д1, Д2, Д3, Д4. Идея в том, что мне кажется, что, безусловно, лимфодисекцию делать надо. И сейчас эта лимфодисекция, это абсолютно стандартизированный объем, и он не вызывает такого количества осложнений, как он вызывал на этапе имплементации. Я помню это все лет 20-15 лет назад в Ронце, ну, острая школа оперирования, да, это постоянное ранение хвоста поджелудочной железы, это декапсуляция, то есть ранение поверхностной париетальной брюшины над поджелудочной железой, это свящие, вот все вот эти вот дела. Даже иногда разимные кровотечения и разные там гнойно-септические осложнения, особенно в период, когда абсолютно не контролировалась госпитальная инфекция, у нас антибиотика-профилактика начиналась практически сразу с сульперозона и теинама, это было совсем недавно. Сейчас эти объемы абсолютно стандартизированы, и они нам как минимум нужны для правильного стадирования, для планирования адъюантного лечения, то есть чтобы объективно понимать, какая стадия у пациента. Все мы прекрасно знаем, что даже сделав все абсолютно методы исследования современные, ПЭТ, КТ, МРТ и т.д. и т.п., мы не можем, допустим, точно сказать и определить статус лимфоузлов. И абсолютно всем известно, что в неизмененных лимфоузлах по своему размеру могут быть метрометастазы заболевания, и допустим, стейджинг перед операцией Т2Н0М0 очень легко может перейти в Т2Н2. Особенно при раке живуха по новым классификациям уже 3 и плюс лимфоузла, это уже Н2, это совсем другая прогностическая группа. И одно дело, когда ты берешь пациента с Т1, Т2Н0М0, делаешь ему сразу операцию, а потом приходит Н2, и даже если сделаны всем возможные исследования, то хирургическое стадирование, то есть морфологическое исследование, это окончательный этап диагностики. Поэтому делать с точки зрения менеджмента рака нужно обязательно, но не относиться фанатично ко всем этим объемам операции, потому что реально мы все понимаем, что, ну не буду таким категоричным, чтобы не отпугнуть всю аудиторию, которая нас слушает, но лимфодиссекция по большому счету в большинстве случаев абсолютно точно никак не влияет на прогноз заболевания и, ну, наверное, снижает частоту местного рецидива, хорошо, но ненамного. Лимфодиссекцию делать надо, но я против оголения всех сосудов, так называемой нейродиссекции, против того, чтобы снимать там футляр с этих сосудов, особенно в профилактических целях. Раньше это все было очень популярно с точки зрения того, чтобы потом это все зафиксировать на различные фотоприборы и потом показать всей аудитории, как ты классно оголил себе сосуды, да, и это тоже дифференцировало нас, ну, как хирургов от тех ребят, которые мануально это делать не умеют. Но с точки зрения онкологии, с моей точки зрения, лимфодиссекция практически при всех существующих патологиях, о которых мы с вами оперируем. Я не знаю точно, как там, допустим, в хирургии головы и шеи, я уже не совсем помню просто это все, но тем не менее, мне кажется, что это не лечебная процедура, вернее, это лечебная процедура, но не влияющая на отдаленную выживаемость в большинстве случаев. Это процедура, частично профилактирующая местный рецидив, и это процедура окончательного хирургического стадирования заболевания для того, чтобы определить дальнейшую тактику лечения в дьюанном режиме. Ни больше, ни меньше. Спасибо, Илья. Причем, что интересно, вот сейчас я попрошу включить слайд, мой первый. Вот сейчас, ну, может, ты не удивишься, но многие, может быть, удивятся. Смотрите, вот человек, значит, да, Кэдди Бейл, как и Блейк, да, по-моему, да, Блейк, сказал это, сказал это, когда в 97-м году, да, что лимфо- метастазовый лимфоузлов индикатор, но не регулятор выживаемости. И мне, крайне, очень хорошее вам привел сравнение, значит, они спидометр, но не двигатель, да, в онкологическом процессе. Спидометр можно закрыть, можно не смотреть на него, можно его сломать, но скорость от этого никак не изменится, да, и рак все равно продолжит развиваться. Мне кажется, это абсолютно отражает твою точку зрения, Илья, да, которую ты сейчас озвучил. И вот сейчас ты говорил немного о всяких исследованиях. Да? У нас, я хочу добавить, извини, что я тебя перебил, у нас был главный врач Ронса в мое время, был Владимир Юрьевич Сельчук, и он был консервативным хирургом. И когда у них были споры с Михаилом Давыдовым и другими такими агрессивными онкохирургами, он говорил, Михаил Ильич, причем у него была трибуна очень часто, потому что он часто вел пятиминутки большие, у него была трибуна как у главного врача, и он часто заменял Михаила Ильича, когда его не было в клинике, и он очень часто, вот когда при слове лимфодисекция, Д2, там, Д22, он всегда немножечко так иронизировал на эту тему, сначала физиономически, а потом иногда он говорил, ну, может быть, не на конференции, но потом, когда мы выходили с ним общались, он очень общительный человек, он говорил, это все бесполезно, это все не нужно, это все ни на что не влияет, и это в нас вызывало даже, можно сказать, агрессию. И мы тогда еще не понимали всю глубину, всю глубину смысла его слов. Илья Давидович, продолжая Илья Владимирович перебивать в продолжении твоей мысли, это из ваших стен, ну, условно, во всяком случае, оттуда мне донеслась эта мысль о том, что, это же очень цитата, о том, что метастазы в лимфоузлах это всего нам всего следы на снегу, которые показывают, куда прошел уже рак. Бесполезно гоняться за зверем, сметая следы на снегу. Ну, мы еще раз вернемся к презентации, и вспоминая те исследования, о которых уже немножко упомянул Илья, значит, вот мы возьмем всего лишь три локализации, и во всех них мы сейчас увидим, как меняется отношение к лимфодисекции, да, вообще, в принципе, к профилактической особенно. Вот начнем с раннего рака эндометрия. Значит, многие знают, что при раке эндометрия нужно, ну, так принято у онкогинекологов, делать тазовую и параортальную лимфодисекцию, да. Ну, и вот одно из исследований, которое сравнивало общую выживаемость при раннем раке эндометрия с выполненной тазовой и параортальной лимфодисекцией и без нее, и вы видите, что разницы в общей выживаемости никто не получил, вот, а осложнения от тазовой и параортальной лимфодисекции мы видим какие, да, вот они здесь перечислены, и никому бы не хотелось оказаться на месте такого пациента, которому мы сделали ненужную лимфодисекцию и получили все эти неприятности. Значит, вот к чему я это говорю, что во всех этих нозологиях сейчас все больше и больше развивается, значит, стратегия сигнального лимфоузла. Если мы видим, что в сигнальном лимфоузле есть метастазы, тогда есть смысл выполнять стадирующую, возможно, лечебную лимфодисекцию. Если вы посмотрите, то конкретно для раннего рака эндометрия всего в 2% случаев параортальных лимфоузлах обнаруживались метастазы при их отсутствии в лимфоузлах латеральных групп. Поэтому сейчас считается, что в общем это довольно перспективное направление. Мы можем сделать биопсию сигнального лимфоузла, латерального тазового лимфоузла, если мы не получим в нем метастатического поражения, мы можем обойтись при раннем раке эндометрия, пока что, мы можем обойтись без вот этой расширенной тазовой лимфодисекции и тем самым уберечь этих пациенток от очень неприятных осложнений, при том, что их выживаемость никак не поменяется. Следующая история – рак молочной железы. Тоже та же тенденция. Мы видим, что при раке молочной железы ранних стадий, с гистологически подтвержденными лимфоузлами в сигнальных лимфоузлах, можно не выполнять при ранней стадии акселярную лимфодисекцию, которая тоже сопровождается кучей разных осложнений. Мы видим этих женщин, которые ходят с этими лимфодемами огромными руками, значит, и мучаются потом всю жизнь. Поэтому все больше и больше приобретает значение именно биопсия сигнального лимфоузла, особенно если выполняется качественно, особенно если выполняется не одним методом, в частности, с использованием ICG, например. Кстати говоря, уж мы сидим в студии Шторс, мы знаем, что одна из самых хороших стоек лапароскопических рубина имеет возможность для того, чтобы выполнять ICG-контроль лимфоузлов, картирование и получение сигнального лимфоузла. Более того, при раке молочной железы еще было показано, что при ранних стадиях, даже если есть микрометастазы в сигнальных лимфоузлах, но пациентки получили одевантную лучевую терапию, разницы выживаемости тоже не будет. Вы можете не делать акселярную лимфодиссекцию этой пациентки, просто провести, если ей показано одевантную лучевую терапию, вы получите не худшие онкологические результаты, не худшую выживаемость. Ну и, соответственно, что мы видим сейчас по рекомендациям ЭСМО, вы видите, что до биопсии сигнального лимфоузла показано у пациенток с клинической стадии 0, что акселярная лимфодиссекция не рекомендуется пациентам с микрометастазами или метастазами в одном-двух сигнальных лимфоузлах, если получают они одевантную лучевую терапию и так далее. То есть мы видим, что показания к акселярной лимфодиссекции принципиально начинают снижаться все больше и больше. То же самое касается рекомендаций АСКО, вы можете посмотреть, они, в общем-то, в принципе, перекликаются с рекомендациями ЭСМО. Ну и, переходя к раку желудка, то, о чем уже сегодня чуть-чуть сказал Илья Давидович, вот он перечислял эти самые исследования, которые были, европейские исследования, которые были посвящены Д2 лимфодиссекции. Надо сказать, что в конце 50-х, в начале 60-х годах при лечении рака желудка, хирургическом лечении, было рекомендовано вообще делать операцию ЭПЛБИ, то есть удалять деревный ствол, удалять панкреатоспленоктомию делать, гастроктомию и так далее, все это вот единым блоком, тем самым достигая как бы вот нужный объем, получая нужный объем лимфодиссекции. Ну вот потом ограничились панкреатоспленоктомией, да, и вот эти три исследования европейских были как раз посвящены тому, а приносит ли это вот такая лимфодиссекция, какую-то прибавку выживаемости, и все они показали, что нет. Эти исследования были серьезно потом закритикованы японскими нашими коллегами, которые сказали, что эти ребята просто малый опыт имеют, у них там куча из центров в эти исследования вошли, и они не имеют такого опыта, и поэтому это сопровождалось большим количеством осложнений. Кстати говоря, это количество осложнений было 75% значимых осложнений, ни много ни мало, да. То есть в этих исследованиях было показано, что в общем лимфодиссекция D2, если и приносит бенефит, то только в том варианте, что не возникает локорегионарных рецидивов, но на общую выживаемость это никак не влияло. Теперь посмотрим, что происходит в принципе, какие тенденции в ограничении лимфодиссекции при раке желудка. Вот изучался вопрос, нужно ли делать удалять 14-й группы лимфоузлов при поражении 6-й группы. Ну вот это исследование корейское, довольно известное, показало, что сама по себе поражение 14-й группы лимфоузлов – это очень плохой прогноз. Такой же прогноз, как при отдалённых метастазах при раке желудка, и корейские авторы даже предлагают вообще эту группу пациентов отнести к 4-й стадии. И возникает вопрос, а надо ли вообще удалять 14-й группы лимфоузлов, если это в принципе не повлияет на прогнозы этих пациентов, и всё. И вот вы видите, что другое исследование, которое сравнило удаление 14-й группы при поражении 6-й группы лимфоузлов, и получили некоторое улучшение, правда значимость, трёхлетней выживаемости у пациентов, у которых была 3-я B и 3-я C стадия рака. То есть это очень ограниченная группа пациентов, в которой может быть действительно, это ещё большой вопрос, но может быть действительно показано вот такое расширение лимфодисекции. Ну и такой вопрос, который тоже уже затронул Илья, это удаление 10-й и 11-й D группы лимфоузлов при максимальном поражении желудка, при большой кривизне. Вот здесь приведено одно ретроспективное исследование, но на довольно большой группе пациентов. И оно показало, что в общем-то у этих пациентов удаление этой группы лимфоузлов не приводило к улучшению общей выживаемости. Поэтому сейчас, как правильно уже Илья Ильич отметил, при всех других локализациях опухоли в желудке, 10-я группа лимфоузлов может быть оставлена. Спленоктомия точно, мы уже понимаем, она не нужна. И 11-я D группа лимфоузлов, учитывая, что её удаление сопряжено с большими техническими сложностями и возможными осложнениями со стороны поджелудочной железы, тоже исключаются из объёмов лимфодиссекции. Ну и вот, собственно говоря, ещё одно рандомизированное исследование, которое сравнило удаление или неудаление 10-й и 11-й D группы лимфоузлов при микроскопически неизменённых лимфоузлах в этой зоне, но показалось, что разницы выживаемости мы не получаем. Вот такой маленький обзорчик на тему, как в трёх локализациях мы видим, происходит уменьшение показаний к профилактической и стадирующей лимфодиссекции. И сейчас мы сразу переходим к Виктору Анатольевичу, поскольку у него есть всего 10 минут, чтобы с нами здесь побыть. Мы дадим сейчас ему слово, его презентацию, а потом продолжим наш диспут. Виктор Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На самом деле всё в порядке. Я с вами столько, сколько нужно. И буду очень признательным, если моя презентация выведут на экран. Да, сейчас. Да, пожалуйста. Ну, сегодня мы хотели бы поговорить о тенденциях к уменьшению объёма резекции. И мы видим, что факторы выбора объёма резекции, они определяются несколькими моментами. Прежде всего, нам нужно удалить первичную опухоль и соблюсти определённые границы резекции. И это влияет на удаление объёма определённого органа. Во-вторых, нам нужно провести лимфодиссекцию. И проведение лимфодиссекции также регламентирует объём удаляемого органа. Мы можем провести в меньшей степени, это влияет на проведение, скажем, уровня мезокаллической лимфодиссекции. Но вот перекаллическая, к примеру, если мы говорим о колоректальном раке, она непосредственно оказывает влияние на отступы. И мы в дальнейшем увидим, как лимфодиссекция влияет на выбор резекции. Следующий момент – это кровообращение. Если мы выключаем в силу определённых хирургических действий, например, при выполнении лимфодиссекции, мы выключаем определённый орган, то мы вынуждены его резюцировать. Ну и, наконец, надёжность анастомоза тоже оказывает важное влияние. Потому что если хирург видит, что более надёжный анастомоз при использовании более серьёзного отступа, то он скорее отступит и пренебрежёт, скажем так, размерами удаляемого органа во имя состоятельного анастомоза. Пожалуйста, следующий слава. И какие у нас стратегии удаления? Мы можем воспользоваться блоковой стратегией. То есть мы удаляем определённый блок. Ну, например, мы выполняем гастроктомию. Мы понимаем, что мы удаляем питающие сосуды, мы удаляем лимфатический аппарат. Мы как бы извлекаем из организма целый блок, и он обычно соответствует и объёму лимфодисекции, и размерам кровоснабжения. Это очень надёжный, хороший пульт. Но он обычно требует достаточно серьёзных объёмов удаления. Поэтому есть подход органосберегающей операции. Они могут быть также стандартными. Могут быть элементы функциональной операции, когда мы обращаем особое внимание на функциональные результаты. И так называемые персонализированные операции, когда мы стараемся вымерить и уменьшить объём удаляемого органа. Настолько, насколько это возможно в данной конкретной анатомической ситуации. То есть мы как бы индивидуализируем операцию. Пожалуйста, следующий слайд. Ну вот несколько также примеров из различных локализаций. Вот при раке желудка, пожалуйста, следующий слайд. Мы видим, что следующий слайд. При раке желудка очень регламентированы отступы. То есть существуют японские клинические рекомендации. Нужно сказать, что японцы великолепные методисты. Если они берутся за что-либо, то этот вопрос будет с определённой тщательностью проработан. И мы видим, что в зависимости от категории Т у нас есть отступ либо 2 см, либо 3 см, либо 5 см. И это очень важно, потому что именно эта регламентация позволила на сегодняшний день отказаться от так называемого блокового подхода. Ведь что было раньше при раке желудка? Средняя треть рак желудка однозначно гастроктальна. Сегодня мы говорим о том, что дифференцированный подход с учётом стадии Т, с учётом макроскопического типа рака желудка, мы можем всё-таки сохранить орган в зависимости от локальной анатомической особенности. Пожалуйста, это число. И выбор объёма удаления. Также мы видим, что здесь есть определённый набор стандартных операций. И в этой ситуации нужно сказать, что хирургия желудка достаточно консервативна. Пожалуйста, следующее число. Мы видим, что очень консервативные точки, которые определяют уровень проксимальной резекции, это восходящая ветка левой желудочной артерии и предпоследняя ветка левой желудочно-садниковой артерии. И эти стандарты, они хорошо известны желудочным хирургам, они практически не меняются, поскольку резекция определяется во многом не только онкологическими, но и фундаментальными положениями желудочной хирургии, которая в нашей стране во многом была наработана ещё в эру язвенной болезни, в господство этой патологии. Пожалуйста, следующий слайд. Тем не менее, сегодня интересно, что несмотря на то, что мы говорим о изменении уровня резекции, очень интересно в этом плане обсуждение типа реконструкции, потому что это обсуждение говорит о том, что фокус онкологов во многом смещается в сторону функциональных результатов, отдалённых результатов. Мы видим, что пациенты живут долго, мы добиваемся больших результатов, и мы обращаем внимание на функциональные результаты. Мы видим, что есть четыре основных типа реконструкции B1, B2, RU и так называемый ANCAD RU, который в нашей стране имел другие названия, и есть хорошая отечественная школа в этом направлении. Но суть его заключается в том, что он объединяет преимущества B2, не пересечения брыжейки, и в то же время функцию RU анастомоза. Пожалуйста, следующий слайд. И мы видим, что преимущество здесь, конечно же, прежде всего в профилактике RU-синдрома. Пожалуйста, следующий слайд. Вот это непосредственный результат. Мы видим, что различные типы реконструкции оказывают разное влияние на непосредственно постагрессивную реакцию, которая в частности в данной работе оценивалась по нейтрофил-лимфоцитарному соотношению, пожалуйста, следующий слайд, и мы видим, что в этом случае B1 предпочтителен. А вот суммарная оценка качества жизни, и здесь совершенно ясно прослеживается, что слева при тотальной гастроктомии мы видим низкое качество жизни, и справа крайняя ситуация парциальной резекции желудка, которая существенно не затрагивает анатомию, говорят о высоком качестве жизни. Естественно, наша задача при соблюдении онкологических стандартов добиться минимальных резекционных факторов. Пожалуйста, следующий слайд. Также этот слайд демонстрирует то, что мы много внимания уделяем и резидуальному опорожнению желудка, и гастриту, и рефлюксозофагиту, и желчному рефлюксу. И анализируя с этих сторон, мы видим определенный тип реконструкции, который имеет преимущество в данном конкретной ситуации. Пожалуйста, следующий слайд. И в частности нутритивный статус. Для нас очень важен нутритивный статус онкологических пациентов после операции. И здесь также имеется различие в типе реконструкции и в нутритивном статусе. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь также показан уровень либумина. Пожалуйста, следующий слайд. И таким образом, будьте любезны, следующий слайд. Мы видим, что различные подходы демонстрируют, что все-таки мы все больше и больше обращаем внимание на функциональные результаты. Вот вы видите, здесь даже анализируется проблема билярного рефлюкса, который оказывает влияние на риск возникновения рака культиз желудка. Это тоже очень важный фактор при отдаленном наблюдении за пациентами. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь вы видите объективную документацию рефлюкса. Пожалуйста, следующий слайд. И в конечном счете нужно сделать вывод о том, что этот подход оценки именно, пожалуйста, следующий слайд, качество жизни очень важен. И также мы видим сегодня тенденцию отчетливого перехода от циркулярных к линейным сшивающим аппаратам к формированию как изоперистальтических, так и антиперистальтических анастомозов. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, и еще одна картинка. Пожалуйста, следующий слайд. Вот примерно как выглядит алгоритм выбора типа реконструкции. Это один из вариантов. Он, естественно, не является абсолютно рекомендованным, но тем не менее он дает понять логику хирурга, который пытается подобрать оптимальное функциональное состояние пациента после онкологических операций. Пожалуйста, следующий слайд. Переходя непосредственно к колоректальной хирургии, я бы хотел обратить внимание, следующий слайд, на то, что также здесь границы резекции хорошо известны колоректальным хирургам. Они также регламентированы японским обществом. Это 10 сантиметров от опухоли. Следующий слайд. И если опухоль находится в стороне от сосудистой ножки, нужно отступить не менее 5 сантиметров от питающего сосуда. Следующий слайд. И, соответственно, еще 5 сантиметров, если этот сосуд располагается на стороне менее 10 сантиметров от края опухоли. Пожалуйста, следующий слайд. Эти отступы регламентированы фундаментальными работами японских авторов, которые изучали именно частоту метастазирования, в частности, перекаллических лимфатических узлов, и которые действительно регламентировали нам эти отступы. Пожалуйста, следующий слайд. И, естественно, возникает постепенное сопоставление между классическими сегментарными резекциями, справа мы видим, и той резекцией, которая исходит из законов распространения опухоли по лимфатическому аппарату. Мы видим слева, как необходимо удалить минимально достаточно, и справа наша стандартная операция, которая в подавляющем большинстве случаев при раке слепой кишки является избыточной. Пожалуйста, следующий слайд. Также мы видим восходящая ободочная кишка, также границы лимфатических узлов, ответственных за прием метастазов, она также ограничена меньшей территорией, чем справа мы видим при выполнении стандартных операций. И здесь у нас томоз, его выбор резекции в большей степени определяется уже анатомическими преференциями, нежели онкологическим радикализмом. Пожалуйста, следующий слайд. Протяженность лимфодисекции мы видим, изменяя локализацию опухоли, что все равно мы выполняем при стандартных операциях гораздо больший объем, чем того требуется при случае именно выполнения таргетированной лимфодисекции. Именно эти различия и сейчас положены в основу концепции так называемых сегментарных резекций, когда хирурги уменьшают объем резекционного органа в соответствии с территорией, обязательной для удаления, исходя из зоны поражения лимфатическими узлами. Пожалуйста, следующий слайд. Тоже мы видим пример, когда мы выполняем сегментарную резекцию и пример, когда мы переходим к стандартным операциям. Совершенно очевидно, что стандартные операции, будучи избыточно объемными по лимфодисекции, тем не менее они стандартизированы, они хорошо отработаны и они соответствуют определенной территории кровоснабжения. И таким образом они решают сразу несколько задач, облегчая хирургу существенное решение сразу нескольких вопросов во время выполнения операции. Но левые снимки показывают, что тенденция к выполнению сегментарных резекций может быть оправдана при правильном именно картировании пораженных лимфатических узлов и тех территорий, которые обязательны для удаления. Эти картирования не так просты в обычной жизни, но если мы применяем концепцию навигационной хирургии, это может открыть нам серьезные возможности для уменьшения объемов удаляемого органа. Пожалуйста, следующий слайд. И нужно сказать, что скелетизация сосудов, это в нашей стороне это направление отстаивает профессор Царьков Петр Владимирович, который проистекает, конечно же, из японской онкологической школы. Это скелетизация сосудов, это путь к сегментарным колоректальным резекциям. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, и здесь мы видим вот варианты, варианты этого движения в направлении к сегментарным резекциям. Левый слайд. Мы видим резекцию при сохранении левой колики, а справа мы видим сохранение не только левой восходящей ободочной артерии, но и верхней прямокишечной артерии. То есть фактически это такая сверхсегментарная резекция, которая по своей лимфодисекции соответствует необходимому объему, а по своей сосудистой резекции является экономной и функциональной, пожалуйста, левое общество. И на этом видео, пожалуйста, если можно запустите и чуть-чуть промотать, наверное, потому что я немножко съедаю времени больше, чем предполагалось, показана сама идеология этой сегментарной скелетизации сосудов, которая выполняется в оригинальном виде в переневральном слое автономных нервов, точно так же, как было показано фундаментальными работами Ичиро Уяма, человек, который приезжал к нам на школу хирургии желудка. Если можно, чуть-чуть промотайте вперед эту ситуацию. Не получается, да? Не получается, да, немножко. Ну, тогда давайте двигаться дальше, потому что это может занять время. Но здесь мне хотелось просто показать важность именно не просто травмирования сосудов, как это часто исполняется, когда нарушаются принципы слоя, а именно работа в перевоскулярном слое автономных нервов, который был позиционировал Ичиро Уяма и его последователей. Ну и, конечно же, аберрантная сосудистая анатомия, вариантивность анатомии, она определяет сложности такого персонализированного подхода, когда мы можем просто ошибиться с кровоснабжением, если будем отклоняться от блоковой резекции. Пожалуйста, следующий слайд. Мы видим, насколько сложна она. Три уровня, в частности, при левосторонних резекциях, три уровня соединения бассейнов верхнебрыжечных и нижнебрыжечных сосудов. Неоднократно это обсуждалось на профильных конференциях. Пожалуйста, следующий слайд. И это определяет очень важность, большую важность персонализации и навигационной хирургии. Пожалуйста, следующий слайд. То есть здесь очень важно первое – возможность дооперационного моделирования. Когда мы прокручиваем локальную анатомию пациента детально, всей командой, мы планируем операцию, мы планируем четкие точки перевязки сосудов. Пожалуйста, следующий слайд. Далее мы можем перенести эту индивидуализированную анатомию уже в нашу операционную и, надев виртуальные очки, консультироваться у так называемого смешанной реальности, перенося ее в сторону. В данном случае мы проводим правостороннюю гемикулатомию и пытаемся проанализировать вариативные особенности ствола Генли. Пожалуйста, следующий слайд. И если мы хотим наслоить виртуальную анатомию на реальную анатомию, то мы получаем дополненную реальность. Здесь пока, к сожалению, нам не удалось реализовать эту технологию в лапароскопическом варианте. Пока это очень сложно. Но, тем не менее, в открытом варианте это вполне возможно. Если мы используем специальные метки, которые синхронизируют виртуальное изображение с реальным, как в данном случае мы проводим операцию при большой кистозной опухолеподжелудочной железы с абсолютно измененной анатомией верхнего бассейна брюшной полости. И, включив здесь, оставив вены и артерии, мы получаем индивидуальную анатомию пациента, которая наслаивается на реальную анатомию данного пациента. И таким образом можно индивидуализировать технику оперативных вмешательств. Пожалуйста, следующее слайд. Так, будьте любезны, двигаемся дальше. Ну и, конечно же, это ICG-навигационная хирургия. Вот все эти разделы, и холангиография, и лимфография, и ангиография, они нам позволяют персонализировать оперативный подход. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, в частности, персонализированная лимфодиссекция. Мы сейчас находимся в, соответственно, в штаб-квартире Шторца, поэтому я хотел бы показать вот эту рубину, одна из последних новаторских разработок компании Карл Шторц. И в данном случае при операциях на селезеночном углу ободочной кишки мы можем персонализировать четкую территорию, локальную территорию именно лимфооттока от этой опухоли, и таким образом добиться уменьшения объема резекции органа за счет оценки персонализированной индивидуальной лимфоанатомии. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и здесь система контроля за кровообращением, потому что, конечно, для левосторонних, особенно колоректальных резекций, проблема перфузии крайне важна. Следующий слайд. И здесь можно использовать доплер, пожалуйста, следующий слайд. Можно использовать ICG, пожалуйста, следующий слайд. Вот очень хорошо видно качественная оценка, граница между хорошо перфузированной и плохо перфузированной кишкой. Пожалуйста, следующий слайд. Это полуколичественная оценка оранжевый, отличная перфузия, синий, хорошая, серая, отсутствует перфузия. А вот количественная. То есть мы просто видим реальную цифру и выбираем. Мы для себя выбрали 80%, 75% и выше. Пожалуйста, следующий слайд. Давайте не будем это видео смотреть. Принципы те же самые. Пожалуйста, следующий слайд. И бесконтрастная методика – это фотоплетизмография. Пожалуйста, следующий слайд. Они абсолютно тождественны. Вот так вот и выглядят в операционной следующей. Если мы оцениваем лапароскопический, следующий слайд. И обязательно у нас работают подфизиологи, которые нам картируют эти зоны и позволяют принять интероперационные решения в отношении индивидуальной резекции. Пожалуйста, следующий слайд. Вот так вот выглядят эти перфузионные карты, колоректальные, которые они нам предоставляют во время операции. Пожалуйста, следующий слайд. И абсолютно следующее, тождественное изображение мы получаем при ICG-флоресцентной навигации. Следующий слайд. И при фотоплетизмографии. Вот вы видите, абсолютно тождественная. Та же самая информация, что мы вводим ICG, что мы делаем фотоплетизмографией. Следующий слайд. Следующий слайд. И на различных этапах мы можем оценивать. Вот вытащили кишку, допустим, оценить ее исходный уровень перфузии. Следующий слайд. Мы можем подвергнуть ее скелетизации, оценить уровень перфузии на различных участках. Следующий слайд. И это до формирования анастомоза. Мы оценили перфузионные карты, посмотрели, убедились, что все в порядке. Сформировали анастомоз. Следующий слайд. И оценили уже анастомоз. Следующий слайд. Очень хорошая перфузия. Видна при использовании фотоплетизмографии. Здесь колоректальный анастомоз оценивается. Следующий слайд. А это лапароскопические возможности. Совсем недавно вышла наша эта публикация в журнале Surgical Endoscopy. Мы показали возможности бесконтрастной фотоплетизмографической лапароскопической оценки. Пожалуйста, следующий слайд. Уже сформированных анастомозов. Вот вы видите колоректальный анастомоз. Запустите видео. Вот так вот он оценивается в плане надежности. Хорошие перфузионные показатели, равномерность распределения перфузионных карт. Говорит о высоком риске, вернее о низком риске несостоятельности. Следующий слайд. Ну и выводы, которые можно сделать. То, что объем удаляемого органа во многом определяется совокупностью факторов. Это и отступ от опухоли, и лимфодиссекция, локальные анатомические условия, особенности кровоснабжения. И безусловное использование навигационных методов. Оно позволяет индивидуализировать оперативный прием и сделать это более персонализировано. А в целом можно сказать, что тенденция к снижению объемов удаляемого органа является неотъемлемым вектором эволюции современной онкологической методологии. Пожалуйста, следующий слайд. И в заключение я хотел пригласить 14 декабря на наше мероприятие, очередное мероприятие по безопасной хирургии в Санкт-Петербурге. Спасибо. Спасибо, Виктор Анатольевич. Спасибо. В дополнение к уменьшению, к тенденции уменьшения объемов резекции, я хочу сказать, тут Илья Давидович, вот он в прошлом исключительно торакальный хирург, а я тут имел счастье послушать доклады в торакальной секции в Казахстане. Так вот, например, что касается рака легкого, неодевантная терапия сейчас имеет большие успехи при раке легкого, и после неодевантной терапии проводится рестадирование, и во многих случаях уже границы резекции намечаются уже после рестадирования. Таким образом, часть больных, которым показана была бы пульмоноктомия или, допустим, биллобоктомия, переводится в группу пациентам, которым выполняется лобоктомия, и тем самым достигаются гораздо лучшие функциональные результаты при абсолютно идентичных показателях выживаемости. Тоже довольно серьезная тенденция при раке легкого в торакальной онкохирургии. Да, Илья Давидович, я правильно говорю все? Это очень хорошо и логично. Я как раз застал ту самую эпоху, когда пневмоноктомия фактически была по частоте, ну, как минимум половина была пневмоноктомии, а то и больше. И все это как раз на тот момент, на тот момент это считалось как бы более радикальным, и, соответственно, когда уходит все легкое, это очень функционально сильный удар по пациенту. Ну, после левосторонних пневмоноктомий им чуть легче адаптироваться, а правосторонняя пневмоноктомия – это очень тяжелая история. И считалось как раз тогда, что бронхо-ангиопластические операции, они не должны выполняться потому, что может быть местный рецидив. Ну, и, соответственно, все это происходило в то самое время, когда неоадемантное лечение. Были несколько протоколов в то время, но особенно тогда и в гайдлайнах как бы было писалось, что до 3А все хирургическое. 3Б уже была не хирургической стадии, и только при 3А начинались какие-то разговоры о том, а может быть сделаем неоадемантную какую-то химиотерапию. Но, как известно, очень редкие субтипы немелкоклеточного рака легкого реагируют на неоадемантную классическую химиотерапию. И только появление более таргетных подходов и лечение на основании молекулярно-генетических исследований уже, да, выделение таких факторов, как PDL и другие таргеты различные, да, я имею в виду применение таргетных препаратов на основании других генетических мутаций, именно они привели к более эффективному воздействию на биологию опухоли. То есть мы должны абсолютно четко понимать, что хирургическое лечение при эпителиальных раках на биологию опухоли глобально не меняет. В принципе, как при саркомах тоже, но мы никак не вмешиваемся в биологию процесса. Я имею в виду, как минимум, распространение по лимфоузлам и по отдаленным, и по бладстриму, по кровотоку. Соответственно, новые возможности системного контроля, они, естественно, не только потенциально могут улучшить выживаемость пациентов, но и спасти их от очень-очень агрессивной хирургии. И, соответственно, да, это тенденция есть, это очень хорошая тенденция. Я надеюсь, что она будет распространяться и на опухоли других локализаций. Спасибо, да. И теперь, знаете, что у нас есть несколько комментариев из чата на YouTube, на YouTube-канале нашем. И вот нам Александр Спиров говорит по поводу нашего самого начала, нашего дела, нашей беседы. Вот в Украине есть канцер-регистр, который, как он утверждает, работает. И по областям у них есть данные по пятилетней выживаемости, по всем локализациям. Я спросил, есть ли данные по конкретным учреждениям. Но пока, видимо, нет. Но вот, например, как вариант, оказывается, существует такая вещь, и она вроде как работает. И в этом смысле я как раз хотел задать вопрос Викторе Анатольевичу. Вот мы знаем, что Викторе Анатольевич сейчас перешел в новое, почти подстроенное уже запускающееся большое учреждение, серьезное в качестве заместителя руководителя. И вот есть возможность сейчас, пока еще все вот так вот начинается, как хочется сделать, да, все, есть возможность завести некий регистр. Мы знаем, что он уже как бы даже разработан у Тарисея Михайловича, моего команды. Есть пару регистров, которые прямо сейчас можно было бы внедрить в работу этого нового учреждения. Как вы считаете, получится это сделать? Будете ли вы это делать там или нет? Вы знаете, надо договариваться. Надо договориться в рамках российского, я бы так сказал, российского общества по изучению рака желудка. Мне хотелось бы, чтобы все-таки такое общество возникло у нас. И, конечно, нужно договариваться, чтобы это был единый регистр, единые правила. Я думаю, что вот сейчас, безусловно, лидеры есть этого движения, вокруг которых нужно объединиться. И мне представляется, что надо выбрать эту платформу и внедрять ее во всех клиниках, чтобы это была однотипная платформа, которая интегрировалась бы в индивидуальный ми с каждой конкретной организацией и объединяла бы всех специалистов по данной металлогической форме. Это очень важно сейчас. Очень важно объединяться и создавать такие бигдата, чтобы иметь возможность и разговаривать на одном языке, и обсуждать локальные российские особенности хирургии и лечения данной нозологической формы. Спасибо, спасибо. И вот еще нам нужно какое-то все-таки, может быть, обсудить вопрос вот в чем. Смотрите, я сейчас вспоминаю... Я сейчас дам слово Краслюне. Я сейчас вспоминаю историю, когда Сергей Юрьевич Байдо, незабываемый наш большой друг, сделал анонимный опрос среди американских хирургов, которые занимаются хирургией рака желудка, где стандартным, как мы знаем, является Д2-лимфодисекция, как часто они сами лично выполняют Д2-лимфодисекцию. И оказалось, что 70 или 80% хирургов рутинно не выполняют Д2-лимфодисекцию. Делают Д1 в лучшем случае, поскольку опасаются осложнений после операционного периода и так далее. То есть написать-то можно все, что угодно, как мы знаем, что мы сделали Д2-лимфодисекцию, что мы удалили то, сё, пятое, десятое, но никакого объективного способа проверить эту историю ни у кого из нас нет. Единственный объективный способ – это потом получить честные данные по выживаемости и по безрецидивной выживаемости. Вот у меня такой вопрос, вот Леонид Олегович работает, всю жизнь работает в онкологическом учреждении, в отличие от нас, например. Мы когда-то работали в сознательной жизни, да. В детском саду он еще не работал. Но вот мы, допустим, работали в общих хирургических стационарах и так далее. Но вот Леонид Олегович работает всю жизнь в онкологическом учреждении. На самом деле, как честно проверить, выполняют люди, как положено, лимфодисекцию, объем и так далее, или все-таки это такая серая зона, мы не знаем, как это происходит? Вопрос довольно простой для одного учреждения и не реализуемый на больших масштабах, скажем так. В одном учреждении это понятен, это тотальная фото- и видеофиксация всего, что происходит в операционных. У нас это полностью реализовано. То есть все операции зафиксированы? Все видеооперации тотально фиксируются, зоскопические, я имею в виду, 90% процентов, это не вполне сейчас, зоскопические, там половина операций на печени, зоскопические и так далее. А при открытых операциях все ключевые точки операции так же фиксируются, и это прикладывается в рамках учреждения, что это не получается. Никаких проблем. Ну не в рамках всей вообще отрасли. Коллеги, еще, ну у нас время так немножечко заканчивается, да? Да, конечно, пожалуйста. У меня вопрос. Я не буду называть из какого, с вашего позволения. Во-первых, мне кажется, я был восхищен совершенно от вашей операционной навигации. Уверен, что для HPD-хирургии это просто медру, особенно при сложных гилиусных опухолях. Наверное, при HPD-х, связи с регионом, это крайне полезно, крайне полезно. Далее, по поводу такого рода навигации при Е7-е дактамиях, например. Тот вот из региона пишет, да что они мучают, это царапа из Бугаракова, да что они мучают тебя как при царском регионе? Да. Во-вторых. А на сколько вот, допустим, в региональной дистанции, ребята делали 600 полуэмертограммных резекций в год? Это потоп больных. Вы каждому надо крутить этот куб, смотреть, если, по сути, там, высокая перевеска нижней брожеречной, при левосторонних организациях решают много проблем. И никаких проблем дополнительных, с моей точки зрения, для больного и тем более для хирурга это не создаст. Насколько мы при высокопотоковом таком центре, нужно сказать, что больному все это делаем, насколько это дорого. Уважаемые коллеги, но здесь ответ очень простой. Все же зависит от технологий. Я бы сделал такую аналогию. Мы перемещаемся на автомобиле в городе. И раньше, ну, лет двадцать-тридцать назад, когда появился первый навигатор, я думаю, что могу сказать, ну, а зачем, ну, там, если вы едете в Финляндию или куда-то за границу, в какой-то неизвестный город, ну, можно это взять с собой. А зачем это в повседневной жизни? Это неудобно. Маршрут какой-то строишь, там, вводишь какие-то данные. И тогда да. Сегодня, я не знаю, по Питеру, по Москве, наверное, еще более проблемно перемещаться. Кидаешь в машину, просто голосом набираешь, тебя ведет, и он работает сам по себе. Ты его даже не замечаешь. Нельзя сказать, что я трачу много времени на то, чтобы включить этот навигатор, чтобы отслеживать его. Он где-то там фоном работает мне и подсказывает, когда необходим. Я думаю, что вот эти технологии безопасности нужно также перевести из разряда вау, мы сегодня сделали эту операцию, как это круто выглядит, в разряд каких-то фоновых технологий, которые вам просто подсказывают. Вы работаете как обычно, но у вас может в любой момент возникнуть ситуация нестандартной анатомии, непонятной ситуации. И ее не всегда можно спрогнозировать, что она будет, а когда она уже есть, вы же видите, что вы ее заранее не спрогнозировали. Это может появиться редко, это может появиться нечасто, но так же, как мы спрашиваем, а нужно ли там из-за того, что мы повреждаем холедок в среднем в одном случае на 500 операций делать постоянно контроль наличия желчных путей. Ну, подумаешь, повредим его в одном случае из 500, это как бы стандартная процедура. То есть, я думаю, что мы постепенно, эти технологии, они станут рутинными технологиями безопасности. Ну, есть же сегодня роботы, которые также когда-то воспринимались как нечто сложное. Ну, а что робот дает на самом деле? Он вам не снизит летальность, ну, он радикально не изменит вам результаты лечения. Ну, получше будет, но так, чтобы вы драматично изменили ситуацию с вашими результатами, я не думаю, что это произойдет. Они будут очень незначительные изменениями. И технологии безопасности реально спасают жизни. И если они будут интегрированы, внедрены в наши интегрированные операционные, в наши системы, я думаю, что это будет очень хорошее направление движения. Единственное, что они не должны отягощать нас, они не должны занимать время. Вот они должны включаться, и они должны подсказывать тихонечко, не мешать нам работать. Я бы так с вами говорил. Я бы подписался, и коллеги, которые мне это написали, без сомнения, наверняка это поддерживают. Но все-таки вот, с вашей точки зрения, сейчас какое учреждение, которое может вот сейчас прям взять и начать с этим работать? Насколько это легко имплементируется? Ну вот, условный диспансер города М, полу-украционного региона. Вот сейчас прям поставите каждый день, с этим полурокальным резекциям делать вот этот мэппинг. Это реализуемо сейчас? По деньгам, по времени, по всему. Сегодня это дороговато, сегодня это сложно. Но я еще раз подчеркиваю, что мы настолько движемся вперед, появляются отечественные разработки, появляются бесконтрастные разработки. Вдешевляется контраст. И то, что вчера казалось очень дорого, очень сложным, завтра может оказаться обычная рутинная практика. Абсолютно, конечно. Это просто шаг вперед, который потом станет абсолютно рутинной. Вот вопрос по шагу вперед, например. Есть ли такие данные, например, если брать сегментарные резекции сигмовидные кишки, или как показано, восходящие кишки, или печеночные сгибы. Что это имеет, например, какое-то преимущество в функциональном результате, по сравнению с стандартным сигнализмом? Ну, вспоминая аргументы, которые приводил, например, Владимир Владимирович Сарьков, упомянутый сегодня, там какие-то данные есть. Ну, естественно, такие, не слишком значимые. Поэтому здесь, может быть, это и не несет такой вот нагрузки смысловой, снижение объемов резекции именно кишки. А как вы не несете? А? А в данном случае, я говорю, что нет. Скорее всего, это не приживется, как рутинная практика. Но, если мы говорим про другие вещи, про рак желудка, про рак легкого, про рак молочной железы, да, вот здесь совершенно определенно есть тенденция к тому, чтобы сокращать объемы резекции. Это приводит к ухудшению функциональных результатов, но все уже давно этим занимаются и довольно далеко продвинулись, да, так точно. При колоректальном раке... Не приводит. Ну, сложно. Оно особо не приводит, да, поэтому, более того, наоборот, приводит к анатомичным, вполне себе бескровным резекциям, поэтому здесь такой тенденции. Мы, наверное, поэтому не наблюдаем именно в колоректальном онкохирургии. Ну, и немножко, так сказать, уже подходя к завершению и пролагая, так сказать, мостик к следующему нашему, к следующей нашей встрече, которая будет посвящена, тоже в рамках вот этой диалектики онкохирургии, она будет посвящена тому, нужно ли... Мы этот вопрос затрагивали не так давно, и с Леонидом Олеговичем тоже, нужно ли хирургу, который занимается онкохирургией, узкоспециализированному хирургу, на самом деле, высоко квалифицированному хирургу владеть всеми вопросами, связанными с общей хирургией. Потому что часто есть такая тенденция, что появляются специалисты, которые сделали в своей жизни уже сотню гастроктамину, не сделали ни одной аппендектомии, например. И это такая ситуация, которая все больше и больше заполняет наше пространство, и нам нужно так обсудить, как бы, насколько нам нужно этих хирургов образовывать. Должны ли быть специальные хирурги, которые занимаются только экстренными хирургическими ситуациями, которые, естественно, встречаются в такой большой хирургии. Вопросы, связанные с образованием, в этом смысле онкохирургов и хирургах вообще. Ну и говоря, кстати говоря, об образовании, надо еще упомянуть, что мы сегодня опять же находимся в учебном центре Шторц. И, безусловно, мы должны упомянуть о том, что вообще внедрение лапароскопической и торакоскопической хирургии позволило гораздо быстрее и гораздо качественнее образовывать вообще хирургов. Потому что возможности визуализации, возможности обучения дистанционного и так далее, возможности оценки дистанционной качества хирургического вмешательства, безусловно, стали гораздо более доступными и расширенными, когда мы внедрили вообще видеоэндоскопическую хирургию. И вот, пролагая этот мостик, я хочу еще раз сказать, что следующая наша встреча будет посвящена этим вопросам. Я хочу поблагодарить тех, кто сегодня был с нами. Мне кажется, это была замечательная компания. Во-первых, нашего большого друга и основателя в постсушенцклапе Илью Давидовича, который там к нам присоединился из Грузии. Ильюш, спасибо тебе большое, мы тебя были очень рады видеть сегодня. Поблагодарить Виктора Анатольевича Кащенко, который нашел время, несмотря на там большую занятость, мы знаем сегодня в Санкт-Петербурге. И мы передаем привет замечательному городу и большое спасибо Виктору Анатольевичу. И благодарим наших коллег здесь, Артем, Леня, вас. И я думаю, что завершающее слово мы предоставим представителям компании Шторц. И Антон, пожалуйста. Спасибо, Илья Леонидович. У меня есть один вопрос ко всем нашим уважаемым экспертам. Продолжение обсуждения, касающиеся технологии современной визуализации в хирургии. Меня как специалиста, занимающийся этой темой, очень всегда интересовал такой вопрос. Известно, что на заре появления малой маземной хирургии проводились какие-то простенькие операции типа аппендоктомии, холецистоктомии. Ввиду ограниченности технологий визуализации, которые не позволяли проводить более объемные и сложные операции. Потом появились технологии Full HD, которые позволили проводить очень сложную хирургию. Которые сейчас, в принципе, существенно расширились показания к хирургическим вмешательствам. Техника стала сложнее, объемы операции, длительность операции, все это выросло. Последние пять лет появились, также расширились технологии визуализации, появился стандарт 4К, который увеличил детализацию в четыре раза. И на другой уровень вышли технологии февресцентной диагностики, которые позволяют визуализировать структуры анатомические не только лишь в белом свете. У меня вопрос такой, насколько последние изменения влияют на хирургическую технику? Возможно, разрабатываются или уже внедрены какие-то новые операции или технические приемы? Как это изменение повлияло? Я понимаю, что по сравнению с первым толчком, когда у нас с электронной лучевой трубки мы перешли на стандарт Full HD, то, соответственно, развитие медицины и показания существенно ушло вперед. Сейчас вот насколько это изменение повлияло на эти хирургические приемы и разрабатываемые операции? Спасибо. Ну, я бы сказал, вот я даже чуть-чуть вас поправил. Вы сказали, что у нас растет качество хирургии, растет время операции. А вот здесь, как раз, обратно пропорциональная зависимость. От качественной картинки, вы еще не сказали, про 3D, а это, ну, мы сейчас почти все работаем в 3D, и картинки и плюс 3D время операции сокращается, и повышается качество операции. Поэтому не сказать, что мы стали делать что-то там другое, и принципиально там новые какие-то стали там горизонт открывать. Наши учителя еще на электронно-лучевых трубках делали и тотальные колоктомии, и передние резекции, и все это было возможно. Потому что сейчас это стало безопасно, надежно, и просто. Распроизводимо, и просто удобно, да, ты не устаешь после этих операций. К этой теме надо вспомнить один такой, не случай, а такую ситуацию. Еще ты много раз сегодня вспоминал о Алексея Михайловича, короче, есть же у нас 4К, которые любят 4К, есть те, которые любят 3D картинку. Но я всегда говорил, что нам надо 3D, нам удобнее 3D, это гораздо интереснее, ну, гораздо более приближено к реальной картинке, да, которая в жизни. Вот, и человек единственный, который приводил аргументы против 3D, потому что нельзя посмотреть сбоку, да, ну, может, только сверху и снизу. Это был Алексей Михайлович Карачевым. До тех пор, пока у него не появился робот, и он сказал, что, ой, нет, 3D все-таки это здорово. Вот, поэтому, по своей точке зрения, вот, сказали про 4К, на самом деле гораздо важнее, мне кажется, именно 3D для этой хирургии, потому что она приближает нас к реальной жизни. Вот, вот так это в жизни и должно выглядеть. Если будет 4К с 3D когда-нибудь, вроде как появляются такие вещи. 4К с 3D уже есть системы, да, появляются такие вещи, да. Но, насколько я знаю, то, что я видел, по крайней мере, либо 3D, либо ты переключаешься, и ты работаешь в 4К. Чтобы было и 3D, и 4К одновременно, что-то я пока такого не видел. Коллеги, коллеги, не забудьте про ICG. Это фантастический режим, когда вы работаете, и вам не нужно переключаться на то, чтобы посмотреть... Да, в режиме реальной картинки. Да, вы просто подкрашиваете анатомические структуры, вы работаете как в анатомическом атласе, и тем более в рубине это уже полуколичественный метод, это intensity map, когда вы видите оранжевым цветом светится хорошая перфузия или хорошее прокрашивание и так далее. То есть вы по цвету уже начинаете получать удовольствие от того, что вы анализируете цветовую гамму. Но я скажу вам, что будет будущее. Будущее то, что фирма Шторц сможет нам дать цифру. Когда вы осматриваете, вы переключаетесь в цифровой режим, и вы получаете цифру перфузии. Это очень будет здорово. Но сегодня, вы знаете, выполнить холецистоктомию, ну вот просто попробуйте разочек на рубине выполнить холецистоктомию с ICG-подкрашиванием, когда все протоки анатомично, все видно. Вы можете добавить ICG, посмотреть сосудистые структуры, показать красоту Страсберга. Вы можете показать блестящую хирургию. Это потрясающие технологии, которые позволяют вывести хирургию на принципиально новый уровень не только безопасности, но и удовлетворения хирурга. Я очень благодарен, что есть такая возможность работать на этом оборудовании. Спасибо. Мне кажется, добавлять ничего сейчас не надо. Замечательная, по-моему, концовка. Спасибо за ответ. Прощаемся, друзья. Да, давайте прощаемся. Мы благодарим всех наших зрителей. Сегодня смотрел очень много людей. По крайней мере, в YouTube это было не меньше 100 точно. А еще есть еще один ресурс, шторсовский ресурс, на котором смотрели наши друзья и коллеги. Поэтому мы всем вам очень благодарны. Мы надеемся, что это было интересно. И мы надеемся, что вы напишите нам в наших чатах, во всех наших ресурсах. Напишите нам ваше предложение о том, как мы можем улучшить, сделать более интересным наши следующие беседы, посвященные диалектики, онкохирургии. Спасибо, Леонидович. Да, мы смотрите запись, конечно, эфира. Для тех, кто не успел сегодня присоединиться онлайн, у нас будет запись доступна, поэтому, пожалуйста, все смотрите. Спасибо. Мы сейчас, никому никто не отключаетесь, мы сейчас делаем... Спасибо.